Как всегда, осень — это время анонсов, и 2020 в этом плане не стал исключением, подарив нам вторую волну короны, новый iPhone, новые карты от AMD и NVIDIA, консоли следующего поколения, а также процессоры Ryzen 5000. Скорее всего, до конца года больше никаких крупных анонсов CPU не будет, новое поколение камней от Intel выйдет уже в 2021 году. Поэтому давайте посмотрим, каким железом можно порадовать свой ПК или свое воображение в ближайшие пару месяцев. Выпуская 10 или даже 16 ядерные процессоры, производители отлично понимают, что в массе своей пользователи будут брать решения среднего или низкого ценового сегмента, хотя бы потому, что таких CPU более чем хватает для обычной работы и игр. Так что самым-самым низким игровым уровнем можно считать двухъядерный четырехпоточный AMD Athlon 200GE. Да, этот процессор не нов, ему пару лет, и он базируется на архитектуре Zen, вместо более новых Zen 2 и тем более Zen 3. К тому же у него и не самая высокая частота, всего около 3 ГГц без возможности разгона. Но все это перекрывает низкая цена. Найти такой камушек можно всего за 3000 рублей, и за эти деньги у него просто нет конкурентов. Так за схожий двухъядерный и четырехпоточный Intel Pentium придется отдать на 1000, а то и две больше. К тому же такой CPU абсолютно не требователен и отлично работает на платах с чипсетом A320. Там нет разгона, скажете вы, а Athlon его и не поддерживает. Разумеется, не стоит ждать от такого процессора многого. И поиграть в тот же Battlefield 5 на карте с 64 игроками у вас получится разве что с постоянными секундными фризами. Но большая часть игр до 2016 года и различные киберспортивные проекты типа Dota 2 и CS GO пойдут на нем без всяких проблем, что делает его топом за свои деньги. Да, в конце 2020 года базовым уровнем для игр можно считать четырехъядерные процессоры с восьмью потоками. Разумеется, большинство игр запустится и на четырехъядерных камнях без гипертрейдинга, и даже на двухъядерных CPU с On'em также получится поиграть в самые простые или старые проекты. Но если вы хотите добиться стабильных 60 FPS без фризов, лагов и неподгруженных текстур, придется привыкать к формуле 4 ядра и 8 потоков. И здесь на нашу виртуальную арену выходят два соперника. В красном углу ринга стоит Ryzen 3 3100, в синем Core i3 10100F. На деле они максимально схожи. Четыре ядра с гипертрейдингом, частота около 4 ГГц, отсутствие видеоядра и цена около 7500-8 тысяч рублей. Основные различия идут в архитектуре. Решение от AMD базируется на более новой 7-нанометровой Zen 2, в отличие от старого 14-нанометрового Skylake у Intel. Также нужно помнить, что камень от красных можно разогнать. В целом Core i3 10100F для игр выглядит интереснее. Он показывает отличные результаты даже с простой ОЗУ DDR4-2666, выступая в среднем на 3-5% лучше Ryzen 3 3100 с несколько более дорогой памятью на 3200 или 3600 МГц. Разгон CPU от AMD позволяет тому сократить разницу или вообще добиться паритета, но в таком случае красная сборка выйдет дороже, так как придется переплатить за плату на чипсете B450 вместо более простого A320, а также за более быструю память. Так что если вы хотите получить базовый уровень для игр здесь и сейчас, имеет смысл остановиться на Core i3 10100F вместе с простой платой на чипсете H310 с 16 ГБ ОЗУ DDR4-2666. Если же вы хотите комфортно поиграть в современные игры, нередко достигая сотни FPS без всяких затупов и с быстрыми загрузками, то стоит посмотреть на современные 6-ядерные решения с 12 потоками. Увы, быстрые 6 ядер стоит отнести скорее к предыдущему сегменту, да тот же Core i5-9400F был хорош, но запаса на будущее у него маловато, и нередко все ядра будут долбиться в сотку. Так что стоит посмотреть на Ryzen 5 3600 и Core i7-8700, ой, то есть Core i5-10400F. Оба процессора имеют 6 ядер с гипертрейдингом, опять же, частоту около 4 ГГц и отсутствие видеоядра, которое в игровом ПК банально не нужно, и переплачивать за него нет смысла. Плюшки у Ryzen все те же, это более новая архитектура и возможность разгона. Если брать цены, то все становится еще интереснее. За Core i5 придется отдать около 14-15 тысяч рублей, это на пару тысяч рублей дешевле, чем за Ryzen 5. Более того, синей CPU даже на стоковой памяти DDR4-2666 оказывается быстрее решений от AMD с памятью 3200-3600 МГц, которая, разумеется, стоит дороже. Что касается разгона, то тут ситуация интересная. С одной стороны, чтобы гнать память, вам придется для Core i5 брать материнскую плату на чипсете Z490, за решение на котором придется отдать от 10 тысяч рублей. Почти вдвое дороже обычных досок на B460, которые способны нормально потянуть шестиядерные CPU. При этом выигрыш от разгона ОЗУ до народных 3600 МГц будет в районе 50%, так что игра свеч не стоит. С другой стороны, для разгона как самого Ryzen 5, так и памяти для него, вполне хватит чипсета AMD B450, платы на котором стоят сравнимо с решением Intel B460, то есть для разгона переплачивать ни за что не нужно. Но все же такой оверклокинг в лучшем случае приблизит Ryzen 5 3600 к стоковому Core i5-10400F, так что лидером для игр тут снова является решение от Intel. Как итог, достаточной для текущих игр сборкой можно назвать Core i5-10400F вместе с платой на чипсете Intel B460 и 16 ГБ ОЗУ DDR4-2666. И стоит забыть про разгон, который большого прироста нам все равно не дает. Вы можете спросить, а где новый шестиядерный 12-поточный Ryzen 5 5600X? Ответ. В другой ценовой категории. За него просит аж на 10 тысяч дороже, чем за Core i5. При этом в играх он быстрее максимум на 10%, так что переплачивать за него смысла мало. Ну что, играете на 240-герцовом мониторе? Уже заказали парочку RTX 3090? Всегда ставите в играх только ультра-настройки? Тогда вам точно нужны восьмиядерные процессоры с гипертрейдингом. Да, на деле даже 12-поточные решения в современных играх чувствуют себя достаточно комфортно, нагружаясь обычно не больше, чем на 70-80% даже в тяжелых проектах. Но чем выше FPS, тем больше нагрузка на CPU. Так что при киберспортивных кадрах в секунду 16-поточные решения все же будут слегка быстрее. А вот дальше масштабирование уже не идет от слова совсем. Так, 12-ядерные 24-поточные процессоры могут быть даже медленнее из-за более низких частот под нагрузкой и плохой утилизацией современными играми такого числа ядер. Так что топ-жир для игр это 8 ядер и 16 потоков, то есть Core i7-10700KF или Ryzen 7 5800X. И тут сложившуюся на рынке ситуацию можно назвать забавной, так как AMD и Intel поменялись местами. Если раньше синие были дороже, но и лучше в играх, то теперь все ровным счетом наоборот. Так, Core i7-10700KF можно найти за 32-33 тысячи рублей, а официальная цена Ryzen 7 5800X, который вот-вот поступит в продажу в РФ, в среднем на 5 тысяч больше. С другой стороны, для Intel придется брать плату на Z490 чипсете, ибо только на нем можно разогнать ОЗУ, и в случае с таким мощным камнем и желанием получить максимальный фреймрейт, этим придется заняться. А вот для Ryzen можно взять плату на чипсете AMD B550, которая обойдется на несколько тысяч дешевле, но также даст возможность побаловаться разгоном. Одной из неплохих плат за свои деньги является ASUS TUF Gaming B550M+. Она может похвастаться усиленной десятифазной подсистемой питания, накрытой качественными радиаторами, что позволяет плате без проблем работать даже с жористыми 12- и 16-ядерными Ryzen. Также она имеет металлизированный слот PCI-Express, с учетом того, что современные видеокарты имеют мощную и тяжелую систему охлаждения, это точно не будет лишним. У платы широкие возможности по подключению, имеется быстрый Wi-Fi 6, который позволит забыть о проводах, но если вы привыкли подключаться к интернету по старинке, то есть 2,5-гигабитный сетевой порт. Также у материнки есть кнопка BIOS Flashback, которая позволит обновить BIOS вообще без процессора или ОЗУ. И плата поддерживает два накопителя M.2 PCI-Express 4. За звук на плате отвечает крутой кодек Realtek S1200A с поддержкой пространственного звучания DTS Custom. Разумеется, есть подсветка Aura, которую можно синхронизировать с другими устройствами Asus, например, с видеокартой. В общем, чекните эту плату, ссылку на нее я оставлю в описании. Так что в итоге ситуация интересная. Да, в среднем сборка на Core i7 будет на пару тысяч дешевле, но FPS в играх будет на 3-5% ниже. С другой стороны, мы говорим о ПК за сотню тысяч рублей, в которых вряд ли кто-то будет экономить. Поэтому однозначного лидера здесь нет. Оба CPU будут хорошим выбором. Core i9-10900K и Ryzen 9 5900X это, пожалуй, разумный максимум для игр, если вы хотите, например, параллельно их стримить через CPU в хорошем качестве и почти не терять FPS. Или пока играете в Black Mesa, параллельно рассчитывать черные дыры на модели большого андроидного коллайдера. Или если планируете играть в пару игр одновременно. Короче говоря, 10 и больше ядер для игр нужны только в том случае, если вы хотите делать за компьютером сразу же несколько тяжелых задач. Если вам это не нужно и параллельно с игрой вы максимум запускаете ролик на YouTube с ее прохождением, нет смысла переплачивать за такие камни. Даже в самых тяжелых проектах они будут прохлаждаться, нагружаясь от силы на треть, ну или максимум на половину. В данной категории можно выделить два интересных CPU, это 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K и 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X. Казалось бы, большее число ядер у решения от AMD должно делать его ощутимо быстрее, но, как я уже объяснил, современным играм вполне хватает и 6 быстрых ядер с многопоточностью. Все, что выше, дает минимальный прирост. В итоге, если брать чисто под игры, то перевес у Ryzen 9 5900X оказывается всего на уровне 2-3%. Но, с другой стороны, дополнительные два ядра точно не будут лишними при качественном стриминге через процессор. Получается, что Ryzen 9 5900X лучше Core i9-10900K. Да, и в том числе по цене. В среднем за 10-ядерный катинтел просят от 45 до 48 тысяч рублей. Официальная цена на 12-ядерный Ryzen 9 5900X будет такой же. Так что в all-inclusive сборке победа чисто за красными. Стоит ли ждать каких-либо других CPU? Скорее нет. Новые решения от AMD вышли достаточно мощными, пусть и дорогими. И следующее поколение придется ждать год, и оно будет уже на новом сокете, с новой памятью, что опять же не будет стоить дешево. Но, скорее всего, через несколько месяцев дефицит на Ryzen 5000 пропадет, и цены на него поползут вниз. С другой стороны, предсказать курс валют через пару месяцев не рискнет никто. Так что ждать или нет, решать вам. Также в первом квартале 2021 года Intel должна выпустить очередное поколение процессоров на 14-нанометровом техпроцессе, но зато на новой архитектуре Rocket Lake с поддержкой PCI-Express 4.0 и крутой интегрированной графикой Intel XE. Утечки пока выглядят фантастически. Число ядер опустится до 8 штук, а вот частота может подняться до 5,5 ГГц. Да и производительность на ГГц может ощутимо подняться. Все это может сделать условный Core i9-11900K самым лучшим CPU для игр. Но опять же, вам придется ждать несколько месяцев, и далеко не факт, что реальная разница в играх с тем же Core i9-10900K будет достигать хотя бы 10%. Ибо современные проекты уже хорошо работают с многопоточными CPU и не так сильно завязаны на высокую одноядерную производительность. Поэтому я считаю, что ждать не стоит. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Ну что, друзья, надеюсь вам понравилось. Значит, ставим лайк и переносимся в комментарии. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok